Всем привет, с вами Андрей и у нас это Pixel Dungeon, прохождение лука. Верхний уровень подземелья это не то что иное, как городская канализация. Темные энергии снизу заставят в голове безобидных существ становиться сильнее и агрессивнее. Городские власти были вынуждены послать патрули на глубину, чтобы обеспечить безопасность жителям наверху. Тут небезопасно, зато темная магия из глубины пока что слаба. Что из себя лук представляет? Давайте посмотрим. У нас получается видок опознания, видок колыбельный. Из зелья ментального зрения у нас опознается автоматически. У нас шипованные перчатки, тканые броня, мы не вытаптываем траву и у нас бесконечное количество стрел на силикен. Поэтому нам очень важный обзор. Собственно видим креску, давайте его убьем. Собственно скелетик, куча костей. Собрали, сразу сходу нам дали много силикенов. Нашли камень взрыва, также мы видим то, что здесь присутствует заперта дверь. Это говорит о том, что здесь должен быть на уровне железный ключ. Также мы видим здесь пьедестал. На пьедестал можно мобов стягивать, но луку, конечно, это тяжеловато делать. У нас, кстати, мобы все дружно сюда должны прийти, в теории. Но они, как вы видите, не пришли. Мы, собственно, получили второй уровень. Нашли топор ручной телепортации. На самом деле телепортация, она, по сути говоря, безобидная. Ну, качаем, собственно, добиваясь из 2, хотя бы на единичку. Ну, и тут, собственно, можно помощь природы прикачать. И на единичку вот эту интуицию. По сути, больше ничего особо не имеет здесь. Ну, уровень, конечно же, мы его не знаем. Это понятна причина, поэтому не сильно об этом заморачиваемся. Собираем бурдюк-карасинки. Нашли цветокопознание. Нашли фиолетовое изделие и рацион пищи. У нас присутствует ключик. Можно сходить, собственно, посмотреть, что у нас за дверью прячется. Вот, так и сделаем. Собственно, мы видим тут пару камешков. А вот камень об вооружении магии звучит интересно. Это рунный камень, способный вооружить магию, воздействующую на предмет. Применив этот камень к неопознанным летам, можно узнать, находит следом. И он под воздействием темного проклятия или благотворной магии. Такое, как зачарование или улучшение. На самом деле, интересная ситуация. Это, видимо, что-то новое разработчик добавил. Я такого даже не видел. Обнаружение магии. Теперь получается не дизарм у нас камень, то есть дизарм ловушек, а именно обнаружение магии. Интересно. Очень интересно. Посмотрим, что еще изменил разработчик у нас. Ну, камень интуиции понятно, он изменил его немножко, чтобы мы сразу два раза использовали. А вот камень стада, он ничем не изменился. Изучарование тоже. Ну, в принципе, я думаю, обнаружение интересное будет камень. Обнаружение магии. Ну, собственно, первое время закончили. Идем на второе. Мы играем с испытанием... Можно посмотреть там. Вот. Мы играем с испытанием, получается, единого разума, боссов и чемпионов. Белая крыса, альбинос, она бьет кровотоком в миришном бою. Поэтому ее нужно бить желательно на дистанцию. Не сможем мы убить ее. А, потому что она очень сильно уклоняется. По поводу новичков с этим вопросом могут возникнуть проблемы. Также мы видим, что здесь прилетает призрак. Это говорит о том, что тут будет присутствовать мини-босс, так называемый. Учитывая то, что это второй уровень, это будет крыса. Крыса вонючка. Я бы рекомендовал взять этот квест. Чуть позже, когда вы исследуете архитаж. Как видите, у нас в лицо все пришли. Камни и перчатки очень удобные. Нашли еще один камень интуиции. Видим рыбку. Для лучницы рыба это самая лучшая, наверное, что вообще есть. Поэтому, как говорится, можно рыбачить с него. Как вы видите, у нас лег по кайту даже не первого уровня. Поэтому в этом вопросе, конечно, нет. Не понимаю. А кто меня атакует? Ты меня атакуешь? Обратите внимание, у пираний, получается, дальность атаки повысилась. Но на самом деле это не важно, потому что мы... Эту ситуацию... А, нет, у нас гига-крыса. А я думал, у пираний дальность атаки повысилась. Думаю, ну нифига себе разработчик дает. Собственно, мы убили пирамид. Пирамид получили с нее заняточное мясо. Забрали единственное зелье, которое здесь охранялось. Также присутствует еще одно зелье. Золотистое зелье... Давайте мы сейчас посмотрим этот момент. Золотистое зелье, скорее всего... Ну, так, с высоким процентным шансом. Это зелье, собственно, невидимости, чтобы обойти пираний, но я не угадал. А это не сила, в случае... Нет, не угадал. Ну, не везет. Гадать стоит только тогда, когда вы уже все зеленые так имеете. Потому что в любом другом случае вам просто будет не, скажем так, некомфортно это делать. Поэтому лучше гадать тогда, когда вы уже все знаете. Ну, 0-2 защиты, конечно, это слабовато явно. Ну, тут 2 или 3 урона тоже сомнительно. Ну, давайте интуицию выживальщика подключим. Давайте подопрем дверь. Ну, проблема в том, что тут очень тесно. Собственно, забрали лут с текущей комнаты. Открываем мы, наш персонаж поблагался. Открываем дверь. Ну, тут видим еще свитки магии. Нашли опознание. Отлично. Будем просванивать опознанием. Как только найдем алхимика. Собственно, здесь нет скрытых опознанных дверей. Есть только здесь. Да, но здесь ничего нет. Давайте подождем крысу. Ну, говорят, поубить вонючую крысу. И сражаться в воде против нее. Крысу надо кайтить, иначе вас парализует яд. Крыса, ну, зловонное облако, которое она раскидывает. Вас оно парализует. Вам поэтому нужно крысу обязательно кайтить. Если вы ее не будете кайтить, крыса, скорее всего, убьет вас просто. Она вас парализует. Нам предлагают два предмета на выбор. Давайте возьмем доспех. Вязкость плюс два. Шикарный доспех, на самом деле. Тринадцатый уровень жалко, конечно. Почему не оружие? Потому что у нас булава, во-первых, четырнадцатого тира. Да, она будет сильнее в любом случае. Но у нас есть рейндж-атака. В принципе, нам желательно и от нее играть. Мы до сих пор ни одного зелени нашли. Что удивительно, усиливается его. Я думаю, скорее всего, вот это вот зелье силы, а вот это вот зелье, жалко, подписать нельзя, а вот это зелье невидимости. Потому что у нас на уровне присутствует, собственно, кедистал с рыбами. Вот. Я думаю, что у нас так. Давайте перекусим. Возьмем кусочком. Нам, как мы зашли на уровень, нам ничего не написали про уровень. Он большой, маленький, там, темный, светлый и так далее. Много травы, мало. Поэтому нам без разницы на этот уровень. очень много мобов сюда едет. мы получили склянку. Серое зелье это у нас получается зелье исцеления, скорее всего. почему именно оно? Потому что в большинстве случаев мух выпадает именно оно. Мы видим гнова разведчика. Забили его. Прокачали интуицию наживальщика. Мы видим, здесь же еще одна запертая дверь. Это означает о том, что здесь на уровне присутствует клей. Мы видим очень сильного чемпиона. Это красный чемпион, растущий. Чем дольше вы с ним не делитесь, тем хуже для вас. У нас огромный таинственный сад. Он также отметен здесь, как вы видите. Это крайне полезная локация для большинства классов, особенно леороги. Прям жизненно необходимая локация. Нам дали пустофрукт. Пустофрукт позволяет вам сделать собственно так называемые другие фрукты. Все из-за того, с каким семечком вы его смешаете. По понятным причинам, чтобы смешать, нужно афинит. либо в виде артефакта, либо стационара. Здесь, скорее всего, мы видим собственно останки прошлого видео. Мой персонаж упал. Сломанная рукоять. собрали видим краба, очень больно бьющего. Краба взяли замедлять, но у нас не завезли такую возможность. интуицию мы пока не нашли. Начинаем настреливать. Убили нового разведчика. Видим муху. размноженное убили муху, размноженное нового разведчика. забрали некоторые свитки. Также положили к себе в бурдюк. Очень сильный краб на этом уровне. Нам очень сильно не повезло, что мы с ним беремся на ренже. С ним нужно драться только на ренже, потому что мы находимся в ужасной позиции, но от него у нас убежать не получится. Здесь скорее всего должен быть алхимик, это гигантский чемпион. Звездацит один из самых редких шимичей, которые присутствуют. Нашли некоторое количество зелий, давайте вместе с вами одно из них выпьем. Пока непонятно какое. Но все таки. Учитывая то, что мы находимся на третьем уровне, давайте встанем в воду и выпьем зелье собственно бирюзовое. оно оказалось в воде холода. У нас разломали зелья из-за этого. Подождем пока идет холод. левитация. Где же сила то? Блин. Рана. А, у нас силы опознанные. Ну ладно, я туплю. Вот это возможно у нас будет скорее всего улучшение. Давайте попробуем узнать это. Из-за одного улучшим собственно свой доспех левитация. Да, это оно. Лучше левитация. Улучшить второй раз мы не будем. у нас также один неопознанный свиток. Давайте его развеем. Превратим в рунные камни. Это камни рассеивания чары обнаружения магии. Обнаружение магии это хорошо. Посмотрим работает ли обнаружение магии на кольцо. Заодно посмотрим как это вообще работает. Применить кольцо в недобрую магию таящуюся в этом предмете. Это говорит о том, что кольцо скорее всего проклятое. На самом деле очень полезное хреновина. Но если так рассеивание чар был бы полезнее. Поэтому спорный момент на самом деле. У нас собственно ищем 12 сил пока не можем ее найти. Но у нас как вы понимаете присутствует силу. Давайте идем на 14 ищем на 14 ищем видим сходу или все нам храп пришел. Нам капец как не повезло. учит ищем проецирующий чемпион нам будет от мухи очень больно. Нам нужно убежать обратно. Почему больно? Потому что она в лицо очень много урона напихает. Из-за того, что она размножилась. Нам откровенно не повезло. Причем не повезло в кубе. Как видите, нам не дают возможности постоять просто. Нам просто очень много урона в лицо напихает. Видим, краба убили. Краба еще. На самом деле вот эта локация за счет того, что она большая для лука она лучшая в плане ДТС урона. Потому что луку все равно на количество дамага. Собственно получили еще одно зелье исцеления. В принципе с одним зельем исцеления в теории можно попробовать убить проецирующих мух. Давайте попробуем. Одну убили. Вторую убили. Давайте выпить зелье исцеления. Как видите, нам не везет. перешли на следующий этаж подняли некоторое количество зелья. Сразу ключик выдает. Это у нас статуя статуя с серпом хаоса. На самом деле серп хаоса сомнительное зачарование, но серп достаточно сильное оружие. Оно бы нам пригодилось. грязь. Какая грязь. А чтобы вы понимали, это пылающий чемпион, он неуязвим. Соответственно, любое взаимодействие. Как вы видите, корабль достаточно бодро бегающий. Нам очень сильно повезло, что проецирующая мука свалила, и нас не пытались зажать толпой. Потому что, как вы видите, мы голышом ходим на самой начальной броне. для нас очень тяжко подраться против мучи. Как вы видите, у нас лук стал плюс один. Это говорит о том, что мы чуть больше урона наносим в дальнем бою. Но именно только в дальнем, потому что в ближнем мы по-прежнему слабы. Как вы видите, урон вообще без гульки мертв. Но мы наносим часто удары, что очень полезно. в идеале убить статую. Давайте попробуем это сделать. Отходим, отходим. И пробуем ее раздамажить. Убили статуя. Зачарование хаоса. Топор. Он двенадцатый. Для нас он бесполезен. Смотрим, есть ли у нас алхимик. У нас есть алхимик на третьем этаже. Нам в идеале сбегать на третий этаж. Если я правильно понял, у нас рассеивание чар есть. Да, у нас свиток рассеивания чар уже есть, поэтому для нас неактуально. Давайте развеем свиток. неактуально для нас. Это был свиток телепортации. И сделаем себе предсказание один. И также найдем еще немножко энергии. Например, из ментального зрения и из холода. и сделаем себе еще одно предсказание и собственно рандомный так называемый треньку тебе сделаем. Нам предлагают на выбор либо кусок моха, что для нас шикарно будет, флакон крови, аксессуал увеличит здоровье, которое вы получаете, выпивая исцеление бурдюки с водой, колодцы здоровья. Однако целебные эффекты будут проявляться медленнее. Максимум 11 здоровья заход зависит от уровня героя. Либо осколок небытия. Этот аксессуар увеличивает шанс выполнения сокровищ строков на 20% за каждый неопознанный предмет, который вы экипировали или недавно использовали вплоть до одного предмета осколок. Также преотвращает фактическое опознание экипировки, но его возможно использовать чтобы вручную под предметы которые готовы к этому. На самом деле очень интересный осколок в плане того, что непонятно какая у него механика, но мы для лука скорее всего будем брать мох. Мох потому что для лука будет 100% лучше. 20 энергии ну да 20 энергии это много явно много по крайней мере для нас пока что это прямо очень много давайте используем свитки предсказания чтобы предсказать большую часть нам подсказывает то, что это кольцо энергии это хорошо нам осталось только его развеять энергия полезная вещь кольцо энергии оно что делает оно скорость перезряда палочек артефактов и героической вронии особенно если вы сможете его развеять оно будет очень полезную роль играть видим краба он нас увидел собственно давайте нам бы в идеале приморозить мясо но у нас нет приморозки почему это нам бы в идеале поесть давайте поищем ловушку холода либо что-то похожее у нас ни одной ловушки вообще нету когда нужны хоть одна ловушка ни одной нету давайте вместе тогда пожарим немножко мяса выкинем два кусочка посадим собственно растение и брось мясо у нас пожарилось мы можем его поесть масса это что вы понимали проецирующий чемпион то есть он за нами в любом случае пойдет просто подожжать он кстати очень больно бьет мы сейчас просто можем не вывести его весь урон, который он у нас выдает. Этаж чрезвычайно большой, но нам нужно убежать полечиться, потому что мы скорее всего сдохли. Такими тонками. Как вы видите, у нас всего лишь 4 единицы здоровья. Для нас это очень мало. Как вы видите, нам не дают полечиться. Наш персонаж опять же проголодался, давайте еще попытаемся полечиться. Спим. Пришла муха, это очень плохо. Муха сейчас нам половину урона. Но она так же, муха нам дала зелье исцеления. Если мы до него доживем, то у нас в целом будет неплохо. Давайте повырубаем полечиться. Пропускаем один хост. Расстреливаем гнову. Собственно, все. У нас мы можем переходить на стрелий фитов. У нас нет ни палочек, ничего. Нам в этом вопросе не очень сильно везет. Наш персонаж опять же проголодался. Нам не особо везет. Нам нужно просто найти зелье силы. Какая грязь. Это сточный трап. Один из самых серьезных противников на этом уровне. Особенно в милишном бою. Для нас это прям очень печальный враг. Мы нашли зелье силы. Мы его сразу выпиваем. Мы можем надеть на себе вязкость. Наша задача не драться с толпой, а драться по одному. И по возможности выйти. Собственно, следующий уровень. Останавливающие шаги. Тут рекомендуется качать тонизирующий обед минимум на единичку. Останавливающие шаги тоже. Усиленное восприятие. Тоже стоит качать обязательно. Ну и собственно дротики. Если вы играете от дротиков. В первую очередь, конечно, вам спасет жизнь. Основные шаги. Потом усиленное восприятие. И вот этот. Низирующий обед. Что касаемо, что качать здесь. Давайте покачаем эту. Взяли. Актактование растений. И в целом. Еще один цветок наутис. У нас присутствует ключик. Не понятно, что он из себя представляет. Давайте забежим сюда. Это гигантский чемпион. Гигантский чемпион крад. Чтобы вы понимали, давайте переоденем серп и не просто забьем его. Нам подсказали, что мы видим некоторое количество врагов. Это у нас мимик, опять же. Тут свиток улучшения, свиток отдал, непонятно, что за свиток. Тут кольцо и артефакт, но мы, скорее всего, будем брать артефакт, если доживем, конечно, него. А сейчас давайте посмотрим. Ключ у нас один есть, нам осталось найти хрустальный ключ. Нашли короткий меч, непонятно, что он у себя представляет пока. Поэтому очень много слизи. Нашли пирог. Пирог мы могли бы в теории сделать мясной пирог. Убили, собственно, храба. Мы видим еще одного моба, который нам сломал кровинку. Собираем росинки. Это наше потенциальное лечение. Наш персонаж проголодался. Собственно, нашли ключ, нашли свиток улучшения. Нам нужно избавиться от мимика. Чтобы избавиться от мимика, давайте встанем на дистанцию и просто начнем его расстреливать. Либо любым метательным оружием у моблицов. Мы нашли баланс. Баланс это крайне полезная ситуация. Крайне полезное метательное оружие для того, чтобы на рейнже ваших врагов убивать. У нас нет места. Очень много мы с собой тащим. Давайте посмотрим, есть ли переход на следующий уровень. Да, мы на следующем уровне перетащим большинство предметов. Давайте все лишнее выложим здесь. Лишнее в моем понимании это топор. 12-ое оружие, тканная броня. Ну, собственно, как бы вроде все. Единственное, еще свиток урон. Опознание стоит прозвонить в идеале. На самом деле, отложенный урон, он сомнительный в этом вопросе. Потому что для нас он в теории будет бесполезен. У нас плюс один уровень. Давайте качаем ментальное броня. Для того, чтобы просто видеть сквозь стены. А как я говорил ранее, мы берем артефакт. Тут нет мимиков, поэтому... А чтобы узнать, есть ли мимики, просто в них кидаете, в чем-то и выстреляете. Забираем артефакт. Это кровавая чаша. Один из самых ценных, самых полезных артефактов, которых вы могли бы найти. У нас присутствует, собственно, свиток опознания. В теории мы могли бы, конечно, опознать кровавую чашу. Давайте так и сделаем. Она у нас не проклятая. В теории наденем и пару раз укоримся. До четырех. Можем смело колоть. А после уже лучше повременить. Собственно, все. Пока больше не будем укололаться. Мы видим вдохновленного чемпиона. Это говорит о том, что он будет очень сильно уклоняться. У нас присутствует один из единиц энергии. У нас присутствуют все ингредиенты для пирога, для мясного. Поэтому их стоит сделать. Для этого нужно вернуться на третий этаж к алхимику. Открываем гайд, открываем пирог, нажимаем. Ок. Нажали. Нам пирог сделали. Можем смело кушать. Нам осталось снять проклятие с кольца. И, в принципе, мы будем неплохо себя чувствовать. Давайте перекусим. Вязкость в целом неплохо, но есть зачарование сильнее вязкости. Поэтому в идеале, конечно, переначалки. Это трава, если не ошибаюсь. Да. На самом деле это крайне полезное зачарование для нас. Потому что мы лук, а для нас маскировка она лучше. На фоне высокой травы мы становимся временно незаметным. То есть это прямо, я не знаю, вау. Если бы нам еще палочку земли дали, но не земля, она называется палочка восстановления, мы бы ее смогли получить, то это было бы вообще шикарно. У нас два неопознанных свитка. Непонятно, что они из себя представляют. Можно было бы их запихнуть в этот. Либо расщепить для того, чтобы они просто приносили скажем так пользу. Давайте, чтобы пользу приносило. Возмездие и Ярость. Ну, Возмездие и Ярость, они в принципе... Ну, Ярость, она ставит арену в основном. После дрейжа она. А Возмездие урон по площади. По всем врагам, которые в зоне видимости присутствуют. А Ярость, а враги начнут друг друга атаковать. На самом деле, нам повезло, что такие именно свитки у нас присутствуют. Ну, собственно, мы собрались. Мы готовы, в принципе, к БОСу. Давайте посмотрим, все ли мы исследовали. Ну, вроде как все. Ну, хотя вот тут вот как-то странно в пустом месте, рядом с нами сверху. Но тут, скорее всего, ничего нету, я так думаю. Ну, давайте убедимся в этом. Да. Здесь ничего нету. Ну, вообще странно, конечно, но все-таки убили. Враги постоянно прут и прут, прут и прут, а? Как вы помните, у нас хаос, изочарование. Поэтому не стоит удивляться рандомным эффектом, который у нас будут навешивать периодически. Вот как-то так. Мы могли бы сейчас опознать, собственно, обнаружение магии через камень. Посмотрите. Воздействие никакой магии. Ну, вот, собственно, его можно одеть. Но он не опознался, как вы видите. Ну, и ладно. Не страшно. Вот. Ладно. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. С вами был Андрей.